МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Экономичная ситуация у регионе поляпшается, а в гэтаме не только ишла размова на посядженне Аблаканкама. Первый снег у Гомеля типа уплывала нехарактерная для костричника з'ява на дорожную ситуацию. Новый учебный сезон стартап школы Гомель об чем разважали на первых занятках. А зараз об гэтым и иншым больше подрабязна. По выниках девяти месяцев на Гомельщине отзначается рост усих основных показчиков эффективности работы региона. Такая информация была огучена на сёняшнем посядженне Аблаканкама. Разом с тем, только на досягнениях вы решили не спыняться. С экономикой в области ознайомился Олег Синсерову. Больше значная загрузка вытворчих могутностей, повышение рентабельности вырабляемой продукции и ее реализация с максимальным прибытком. У тем, как на экспорт, тем больше, что зараз означается активизация соцсетной экономики. У предприемствов есть шанс развиваться больше активно, але выкарастовывать его не все и не усюди. На посядженне Аблаканкама ситуацию проанализовали с великим тенденцией, яке означается у Беларуси и инших краинах. Если анализовать ситуацию в целом, то по выниках 9 месяцев экономика региона развивается достаточно стабильно. Но вот золиком того, что на запланованные объемы, если не вышел Мазевский нафтоперепроцовщий завод, воровый региональный продукт досягнул 102%, что больше прогнозу. Экспорт товаров вышеемально 20% послуг на 13 на 30 миллионов долларов больше, запланованных отременно промых замежных инвестиций. Экономика Гомельской области демонстрирует совсем неодередный рост. Радует, что все отрасли реального сектора работают выше уровня прошлого года. То есть у нас нет ни одной отрасли, которая работает с темпами ниже прошлогодних. Промышленность постепенно развивается 105,1% темп просто промышленного производства. Это с учетом того, что МНПЗ еще не вышел на прошлогодний уровень. Уменьшается количество убыточных организаций. Разом с тем, обмеживаются только консультации поспехов на поседение оброганка Манистали. У речи, пылные недопроцовки у экономики региона так само еще застаются. Сирот наибольшь актуального – рост зарплат, международное инвестиционное супрацовнество. А про чатаху необходимо распространять комплекс мер по полепшению финансового стану организации будовничьей галины. Тут шмат моментов, на которые необходимо звернуть увагу. От божь эффективного выкрасывания ресурсов до снижения субика, что работ пропонуется узмаснить контроль и за предприемствами агропромыслового сектора. В первую чергу по погашению ими запозиченности по отриманных пазыках и кредитах тем божь, что гроши у шматеких предприемств есть. Основой эффективного ведения сельскохозяйственного производства является получение прибыли. За январь-август текущего года по секции сельскохозяйства прибыль от реализации продукции составила 61 миллион рублей с увеличением к уровню прошлого года в 2,5 раза. Разом с этим полностью доведенные до сельскохозяйственных предприемств задания выполнены только в 9 районах в области, в связи с чем Комитету по сельскохозяйственной харчевании пропоновано распроцовать и предоставить оборонкам так званую дорожную карту по пообщению ситуации у Галинии. Кукуруза на зерне у Гомельской области убрана большим на полове площа, обмолочена каля 27 тысяч гектаров. Агольный на молот склау каля 190 тысяч тонн, при средней ураджайности 69 центнерозгектара. Лидерство утрымливое Мазырский район. Тут ураджайность 102 центнерозгектара. Доля площа у отведенных под кукурузу на зерне больше за 40% у масштабе краины. Гэта подкресливая не только особливость климатичных умов региона, але и значность культуры у формировании кормовой базы живелых гадовли. Плануется собрать ураджай больше за 300 тысяч тонн, что дозволить полностью сбеспечить потребы в области. У першую чергу Йон пойдет на выработку концентрованных кормов для свиногадовочих комплексов и птушков фабрык. Городские день аховы працы провели сёння на базе открытого акционерного товарыства «Спартак». 50-ти предприемств и организации «Гомеля». И они не только ознайомились с ситуацией у галиней аховы працы, але наведали вытворчие цехи предприемства. Под обязанностью в сюжете Ганны Каральчук. Кондитерская фабрика «Спартак» – это четыре вытворчих цехи, бытовые помешкания и допоможные службы. А еще коля 2000 супрацовников. Головная задача керавництва – заховать здоровье кожного члена великого коллектива. Неглядячи на высокий узровень техничного развития и практически целиком автоматизованная вытворчая линия, небезпека травматизму иснует. Особливо при высокой загрузке у передновогодний сезон, коля на фабрику запрашают часовых работников. Девчонки системы аховы працы на предприемстве включают в себя не только специализованный отдел, який контролю и выконание правил обеспеки новой творчости, але и штат громадских инспекторов, який замоцованы за кожным подразделением. Это фактически работники этих подразделений, наиболее ответственные, наиболее добросовестно, которые проявили себя с наилучшей точки зрения и они являются основными помощниками. И все работники, прежде всего, чем допуститься на свои рабочие места, проходят обучение, проходят соответствующую аттестацию и получают допуск. Все существуют у нас и не только депримирующие составляющие, но и стимулирующие моменты, позволяющие наших работников премировать материально за отсутствие фактов нарушения. После ознаемства с принципами и приемами работы на предприемстве уделники мероприемства ознаемилися с выставой сродка у индивидуальной обороны, спецадзене и спецабудку, а после приняли удел у семинары на Радзе на тему профилактики витворчого травматизму. Дарача, место проведения дня ховы працы выбрано не выпадково. Не глядячи на створенные добрые умовы працы, у гэтым годзе на открытым акционерном товарыстве «Спартак» был зафиксованы один выпадок витворчого травматизму, однак вины на эмальника у им не было. Усяго за 9 месяцев гэтого года на предприемство Гомеля установлено 15 выпадков травматизму. З их 6 отбыліся по вине на эмальника, 4 – по вине работника. У 5 выпадках вина высветляется. Когда человек ремонтирует индивидуальный предприниматель себя и тоже погиб, значит, будет приглашено как можно больше фирм, которые, будем говорить, с частным капиталом или индивидуально работают. Попытаемся внедрить, что мелочей в этом вопросе нет. Ганна Коральчук, Валерий Гапанько, телерадеокампания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сегодня на Гомельщине выпал первый снег. По словам синоптиков, для Кастричника такая зъява достаточно редкая. Однако в последний час начинает становиться обычной для региона. Цекавый факт у тем, что летость – первый снег – так само выпал 26-го Кастричника. Зараз такая метеорологичная зъява ничеканностью для Жихаров в области не стала. Об опадках у выгляде снегу синоптики попереджвали загадя. У Гомеля ранецей были зафиксованы пять дробных дорожно-транспортных здареньев. Потерпелых, на счастье, нема. В оголе, по словам супрационников ДАИ, ситуация стабильная. И нияких проблем первый снег у автомобилистов не выкликал. В ближайшие дни на территории Гомельщины прогнозуются невеликие дожды. Такий характер на дворье повинен заховаться до конца тыдня. Температура поветра у гэтая дни – днем до плюс девяти, ночью до плюс пяти. У Гомельским областным клиничным «Анкодиспансер» и супрационники городского отдела по надзвычайных ситуациях отпрацевали алгоритмы деня у выпадку возникнения пожару. Место проведения в учене выбрали невыпадково. «Анкодиспансер», як и иншая подобная медустанова, потребует повышенной уваги. Тут пациенты знаходятся круглые сутки, и теоретично пожар может привести до Ахвярау. Прадухелить таки заходы, я шерас отпрацевать дзейни вратавальников и персоналу. У вынику надзвычайной ситуации – головная мета. Паводли легенды, у вынику короткого замыкания электропроводки у подвалы отбылось узгаранне. Яго площа – каля 150 квадратных метров. На выклик прибыли разлики шасти пожарных аварийно-воротовальных часток. У кожного своя задача. Пакуль одны тушили пожар, иншая, суместно с персоналом медустановы, займались эвакуацией пациентов. Усе спрацевали правильно и свойчасово. Никто не потерпел. Основными задачами было, опять-таки, не только тренировать личный состав, руководящий состав подразделения МЧС города Гомеля, но и, соответственно, произвемодействовать и лишний раз потренировать администрацию данного медицинского учреждения, потому что на них возложены тоже огромные задачи. Это первоочередное сообщение, обнаружение, тушение на первичной стадии возникновения пожара. Ну и, соответственно, самое главное – это спасение эвакуации, организация правильной эвакуации, в соответствии с планами эвакуации посетителей больных работников. Стартап-школа Гомель, якая працует на базе Центра бизнес-эдукации Гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперации, запустила другий учебный сезон. И он стартовал с бесплатного майстра-класса от бизнес-тренера и консультанта по копирайтингу. Стартап-школа Гомель працует с лютого этого года, и ее открытые майстра-классы уже наведали 170 человек. Само научение проходит в формате интенсива по проектованию и запуску бизнесу. Консультантами выступают поспеховые белорусские бизнесмены. Удельники – те, кто мают бизнес-идею для реализации, але поколь не володают достатковыми ведами. Первый майстр-класс осеньского сезона будет присвечен просовыванию своего бренда с допомогой тексту и без дополнительных укладаний. Бизнес-тренер и майстра НЛП распавела слухачам, с якими стратегиями можно выйти на рынок и как притягнуть метовую аудиторию. Это называется личный бренд, когда вы сами создаете для себя поток клиентов. И эта тема будет, я думаю, интересна всем. И новичкам, которые могут на старте заняться развитием личного бренда и привлечь внимание к своему продукту. И для тех, кто уже достаточно давно продвигает свои продукты на рынке и может, используя эти технологии, повысить количество клиентов, повысить стоимость, повысить интерес к своему продукту в том числе. Вучни початковых классов на восенских каникулах отримают махчимость бесплатного проезда у маршрутных такси. Для этого наученцам первых, четвертых классов необходимо предъявить водителю фликер. Главная задача акции – еще раз притягнуть увагу громадскости, особенно детей, до необходимости использования фликера в темный час. На сцене Палаца культуры Чигуночников выступили украинские артисты. Чарниговский филармоничный центр представил гомельскому глядачу мюзикл веселой истории Одесского дворика. Концерт пройшел за аншлагом. В глядельной зале побывала и моя коллега Ганна Ковалева. На сцене ДК Чигуночников декорации, которые переносят в атмосферу классичной Одессы, которую я описывал, всем известный Исаак Бабель. На их фоне хореографичные, вокальные номеры, актерская гульня. И все это приправлено близкучим одесским гомером. Мюзикл веселой истории Одесского дворика описывает полдневый город вачема американского сценариста. На шляху голливудского Дэвида, який приехал у Одессу за сценарием, трапляються колоритные персонажи. Балбатливая тетка Роза, острая на мову Соника, смешный Папандопула и многие иншие. С большим успехом эта программа прошла у нас в городе Чернигове. И мы надеемся, что в эти осенние дни мы подарим вашему зрителю гомельскому хорошее настроение. Естественно, мы не могли обойтись без одесского искрометного юмора, который, собственно говоря, не оставляет равнодушным никого. Уся квитки на представлении были продадены. Эту концертную программу у Гомель привезли 25 артистов Черниговского областного филармоничного центра. Утым лику заслужены и лауреаты международных конкурсов. Это артисты размованного жанру, вокалисты, музыканты и танцоры. Что тычатся костюмов, то это просто интернациональная палитра. Бо Одесса – город разных народностей. Артисты выходили на сцену у костюмах цыган, яуреев, грузин. Отсёли глубокий сенс-мюзикла «Об свете без межа». Дорочина вот сами гастроли украинцев у Гомель я ещё один. Живый приклад дружбы по международам. Наши границы всегда были открытыми, и всегда мы сотрудничали, всегда мы учились. Я хочу сказать, я тоже заканчивал Гомельское музыкальное училище имени Соколовского в своё время. Тут какие-то есть уже связи более глубокие, и эти связи мы должны развивать и как можно больше использовать. Артист, если он не выезжает в соседнее государство и не показывает себя, ну, наверное, какой-то энергетики он не почерпывает, и нового он ничего не узнаёт. Сирот наших артистов, які уже выступали, у Чарнигове ансамбль «Лирыца» и «Галина Паулянок». А кроме того, у лютым этого года Гомель наведал Чарниговский джаз-бэнд «Бисквит». Планы по супрационнице расписаны и на наступный год. Так, в украинском Чарнигове в 2018-м отбудется концерт камерного хору Гомельской областной филармонии. Ганна Ковалёва, Игорь Марышченко, телерадиокампания «Гомель». Выстава редких выданев и миниатюр, присвеченная стагодзю Кострычницкой революции, открылась у музея редкой книги Гомельской областной библиотеки имя Ленина. На тематичной выставе представлены не только редкие и миниатюрные книги, присвеченные революции и ее праводырам, але и не книжные материалы. Гэта паштовки с веншаваннями, марки, гоноровые дипломы и грамоты, грошовые знаки периоду Первой Су-Светной войны и советских часов. Сирот самых старых экспонатов газовая лямпа, друкарская машинка и патефон. Представленные у выставочной зале миниатюрные выданни 60-х годов выпускались специально до юбилея Ленина и революции, альбо у рамках идеологичной работы для створения становчего образа коммунистичного руху. Гэта, а так сама иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд». З новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова